Ну что, смотреть мы будем убийство в Восточном Экспрессе, а я вас приветствую. И это самолет, который летит в Румынию. Видите, я уже в первом слое грима. В этот раз я сделал моментальный загар в Петербурге. Грим будет в Румынии носиться в два дня, он будет носиться вечером, в пятницу, завтра, после регистрации, а также утром перед соревнованиями. В общем, чтобы утром перед соревнованиями не делать очень толстый слой грима, чтобы нормально высох, потому что у меня первый практически выход в этот день, это бодибилдинг. Поэтому я решил вот так схитрить немножечко и ехать уже в одном слое. Я думаю, что к утру он будет черный-черный на мне. Так, у меня вот коллега, смотрите, сидит, кушает рисик с говядиной. У меня с собой есть кусок стейка лосося, красная рыба. И покажу вам, что принесли нам наши друзья из Turkish Airlines. В принципе, приятно здесь летать, только сестала хочет на меня все упасть. Давайте вместе разбираться, что у нас тут есть. Есть салатик. Ой, я сейчас на меня все упасть, все на меня хочет пасть. Есть салатик овощной с моцарелой. Куада. Кекс. Сэндвич, сэндвич. Нет. В общем, у нас есть сэндвич с индейкой и листьями салата. Его мы достанем, кинем в салат с помидорами, листьями салата и моцареллой. Личико, да, у меня. В общем, воды немножко, сок я, естественно, не буду. И красная рыба, я ее сюда же накрашу. В принципе, я считаю, отличный ужин. Крайний прием пищи. Я вылетаю из Турции в 20 часов вечера, где еле успел самолет. Ой, а вы же не знаете, это же Ютуб, это не Инстаграм. На самом деле, в общем, было небольшое потрясение сегодня. Не большое, большое. Потрясение я в большом. Ахуе. Что произошло, мне нарисовали машину перед самым вылетом. Не знаю точно, когда я, не обращал внимания. Но утром точно выезжала с дома, все было чистенько. Плюс у дома бы никто не стал. У меня камеры в круг, везде. Там и нереально. Вот. Где-то в городе. Наверное, специально следовали. Может, даже думали, что я сегодня улетаю. Не знаю. Я не буду об этом думать. У меня пока слишком много мыслей, кто это может быть. Ну, поэтому глупо даже дергаться. Определить невозможно. Может, отцелу, что это. В общем, машину мне изрисовали. Я камеру даже не достал. Я ничего не снял. Чтобы вам показать. У меня есть только сторис. Сторис, наверное, исчезнут завтра, пока я долечу. По-моему, сторисы можно скачать из Инстаграма. Поэтому я их попробую скачать. Или попрошу моего менеджера это сделать. В общем, сейчас у меня ужин. Я, наконец, скажу, что я сначала очень расстроился. Прям кипец по нервику удало. Но я поехал в аэропорт опаздывая. Я машину завез по моим друзьям сразу. Пути в Пулково. До Пулково отворотка. Там, не знаю, в двух километрах. Детейлинг студия. Я отдал ребятам машину. Думал, краску они смогут смыть. С пленки. Машина моя в пленке. Это красная пленка. В целом не смывается. Смыть можно, но останутся пятны. В общем, говно получится. Переклеить только элементы не получится. Потому что уже пара лет, как она красная. И получается, краска выцветает равномерно. Вся пленка будет дебильна. Короче, я влетаю на полную оклейку. Влетаю на полную оклейку автомобиля. Ну, значит, такая судьба. Значит, так надо, видимо. Видимо, да. Там еще раздают, а уже собирают. Я даже не начал есть. Я влетаю на полную оклейку автомобиля. Потом приехал в аэропорт. Подумал, взял ли я плавки. Проверил карман, где обычно заезжат плавки. Их там не нашел. Меня просто в пот. Думал, срочно ехать. Или, чтобы мне выслали их в Москву. Завтра мои друзья из Москвы вылетают в Румынию. Может, они смогут мне передать. В общем, такое. Потом я их нашел. Еле успел на рейсе с Питера. По тур сейчас бежал. Гейт Клоуз тоже был. У самолета с Питера опоздал на полчаса. Артур Ковалев со мной впервые летит. Будет выступать в тяжелом весе. Я думаю, у него есть шансы на прокарту. Повсе. Причем шансы есть у него на прокарту получения. Короче, нервикательно было очень много. Я вес еще вспотел. Я не знаю, как грим будет себя вести от того, что я был мокрый. Фу. Надеюсь, стабилизируют сейчас гормоны. Нервы. Еду показал. Покажу уже дальше вам свой номер. У меня с собой весы. Посмотрим, сколько я буду весить. Потом отправлюсь в магазин за продуктами. Надеюсь, еще будет открыто. Если получится сделать вес ниже, чем необходимо для регистрации с утра, начну грузиться один к одному в воду с углеводами. И только БЦА белок есть не буду, чтобы не набирать лишний вес под взвешивание. На взвешивание уже добавлю жидкость. Буду пить сладкую воду. Либо просто с сахаром размешаю, либо сок, либо немного газировки с калорийной пищей. И потом рано утром в субботу выступление. Сегодня четверг, завтра пятница регистрация. Мы летим в Румынию. Да, я один. Рома снялся с соревнований. Устал, что он устал. Я пока не готов это комментировать. Не особо хочу. Я считаю, что это очень смело. Это очень храбро. За неделю. Понять себя, отказаться. Я бы так не смог. Я дурак. Я шел бы до конца. И в этом моя большая ошибка. Спасибо там силам свыше, которые дают мне силы просто выживать в этом бешеном ритме. Я вас всех, блин, реально очень ценю, ребята. Я читаю ваши комментарии, я их вижу. Я очень вам благодарен. Вы огромная поддержка. И ваш выбор нашей продукции, и ваша поддержка меня. В общем, спасибо огромное. Кстати, черная пятница для вас, для всех продлевается. Под этим видео отдельные промокоды на сайт Genetic. До конца этого месяца 30%. И акция 3 плюс 1 для всех подписчиков Ютуба по Самотексу также. До конца этого месяца. И также для вас, мои друзья, на Сармы, на все будет скидка. Три банки Сармов берете, одну выбираете в подарок. На одежду скидка для вас, для моих подписчиков. На сколько там маржинальность? 35% на новые костюмы, вот эти красивые сетки, которые. И на женские костюмы, и для ваших девчонок, красавиц. То же самое и с костюма Genetic, и сомотекс. Реально обалденный дизайн, итальянская ткань. Качество, ну просто сложно лучше найти. Все, рекламная фауза закончилась. Я буду ужинать, на самом деле уже очень живой паритм от голода. Ну что ж, друзья, чуть не опоздал на рейс. Да, и это был хардкор. Бежал, вспотел, переживал. Мне испортили машину сегодня. Это не все. У меня очень тяжелый эмоциональный день. Квартира, я вам покажу. Я вам покажу один листик. На кухню. Коротко, я вам рассказал, да, что с Артуром Ковалевым вместе мы летели сюда. Сейчас очень много русских ребят. Пролетит со мной, будет жить Павел. Возможно, вы знаете, тренер Миша Тимошина, тренер Юли Мазиной. Тренер, который воспитал несколько профессионалов FBB. Познакомлю вас с ним, это мой хороший приятель. Кстати, мы с ним по такому листик здесь, в Румынии. Паш Тейнера, помнишь, да? Мы с тобой стояли здесь на одной сцене. Мы с тобой соревновались. Ну, приедет завтра. Но я пригласил его остановиться со мной, так как его жена не смогла получить визу. А теперь смотрите. Что же здесь написано? Наверное, да. Не буду томить. У меня нет багажа моего. Мой багаж и багаж Артура Королева остался в Стамбуле. У меня нет препаратов, лекарств, препаратов, одежды. У меня нет ничего, что мне необходимо для готовки к соревнованиям. Я не знаю. У меня нету моих весов с собой. Веса тоже в багаже. Я не знаю, какой у меня вес. Сказали, если повезет, завтра я смогу забрать в обеденное время свой багаж. Но это уже будет поздно для приема таблеток каких-либо, потому что регистрация уже около 6 часов вечера. Я перестал есть, перестал пить. Надеюсь, организм справится, сам забросит вес. Я сейчас, наверное, немного легко потренируюсь. У меня с собой есть резинка. Буду стоять под горячей водой, потому что это поможет тоже скинуть вес. Возможно, завтра пойду в какой-нибудь зал, там взвешусь. В общем, посмотрим. Всеми сильным буду принимать усилия, чтобы влезть в категорию. Вы знаете, мне нужно ужиматься. А в утром я сниму форму. Сейчас я, правда, не в силах даже позировать. Я бежал. Я очень... Кстати, очень хорошо хожу активно. Диорез у меня очень сильный, даже без препаратов. Вот я покажу квартиру. Квартира реально шикарная. Смотрите, это кухня. Тут даже есть посудомоечная машина. Там огромный холодильник. У меня духовой шкаф, микроволновка, кофемашина, кстати, я пригласил. Как я все узнал, что Паша тоже один оказался. Я написал ему, что Пах, если захотите, смешивайте. Можно приезжать и готовить. У меня есть кухня. Я специально выбираюсь даже лезть кухни. Кухня очень большая, очень навороченная, крутая. Мало ли нужно будет вам по еде что-либо приготовить для себя. А я один туда-сюда. Тоже номер забронирован. Я предложил ему перебраться ко мне. Вот диван. Вот этот диван для Пахи. Тут стекло. Прикиньте, на костина разделена. Очень интересно. Вот его диван. Я уже займу спальню. Я храплю обычно. Ну, мы отлично ладим. Мне будет тоже комфортнее. Пахи будет веселее. Да и давно у нас не было возможности много пообщаться. Мы переписываемся. Мы видимся. Мы с глубоким уважением. К другу относимся. Я прям искренне рад. У нас будет время поболтать о нашем спорте. Он тоже большой фанат. Тут я буду жить. Реально вот посудомойчка. Ну, прям блеск. Кстати. Чашечку кофе. Чашечку кофе я хочу выпить. Кофе немножечко мочегонит. О. Пошел звук. Это коридор. Это моя спальня. Есть тут сменное белье постельное. Но надеюсь, хозяева квартиры не расстроятся. Грим легко отстирывается. Ванна. Очень, кстати, вентиляция обожаю, когда есть вытяжка. Ну, ладно. Попал в кадр я. Даст Бог, будет достойная форма. Ванна, душ. Ну, очень круто. Очень крутой ремонт. И, конечно, наверное, сердце. Сердце. Сердце квартиры. Потрясающая гостиная. Что времени отдыхать не будет. Тут залежаться, засиживаться. Но все же очень. Все же это очень нарядно. Очень красиво. И, мало того, еще и на воскресенье утро я знаю, что я его встречу. Воскресное утро будет здесь. Я еще не знаю, что я хочу на завтрак. Почему-то пока у меня мысли есть про овсянку. Про овсянку с ягодами. Не знаю, почему. Я овсянку не люблю, но сейчас почему-то хочется овсянки с ягодами и с сахарозаменителем. И, наверное, это будет кофе. Ну что ж, друзья. Вот такой вечер. Вот все. У меня один рюкзак. В рюкзаке ноутбук. Ноутбук и пауэрбэнк. То, что нельзя поставить в багаж. И куртка у меня есть еще. У меня, к сожалению, нету одежды никакой. Кстати, нет еще, наврал. У меня есть же сжигатели. Еще две порции. Потому что они в ручной сумочке у меня. Ну что ж, бывает всякое, ребят. Естественно, если бы такие вещи, как испорченная машина, могли или багаж меня так дико расстроить, это был бы не я. Конечно, по тачке вердикт уже есть. Какая-то там охраненная краска в баллоне. Она прям что-то не въелась в пленку. Ее нельзя. Можно обтереть, останутся следы. Знаете, такое проявляющиеся, так скажем. Ну, ничего страшного. В общем, поменяем. Мы переклеим машину. Либо полностью в красный, либо в другой цвет. Я когда-то думал про золотой цвет машины. Ребята что-то предложат, мои товарищи. Поэтому посмотрим. Если, кстати, есть мысли, пишите по машине. Какой бы цвет вы себе машину сделали? Давайте так, у вас есть Audi Q8. И вам нужно ее обтянуть пленкой. Какую пленку ты выберешь? Вот. Напоминаю, что для вас скидочки у генетика, у самотекса, у одежды, у всего. Поэтому, все. Я не знаю, когда я опять выйду на связь. Наверное, после регистрации поделюсь информацией, как она прошла. Полностью один тут, конечно, да. Не хватает ромки. Кстати, хотя, наверное, если бы у нас задержался багаж, и мы были с Ромой, вот это была бы... Бля, Рома из таких вещей бы переживал. Вот. Обалденно. Сейчас такой запах от кофе. Настолько ароматно. Это капсульная кофемашинка, но аромат просто... Это прям огонь. Я даже не знаю, как описать, ребята, словами. Потрясающе. Ребята, вы спаршивали про вены. Часто у меня на голове. Когда я тренируюсь, там вообще страшно все выглядит. У меня все в порядке с давлением. Я, правда, не мерил тысячи лет, но было все нормально все. Просто такой маловато жира. Надо. Друзья, спасибо за поддержку. Вспомнил. Очень много вопросов про то, почему подорожал протеин. Сырье подорожало. И, в общем, в общем, еще раз не формирую. Находите протеин за тысячу рублей в розницу, узнайте, вы продают конченые пидорасы. Прям, блин. Ну, уважайте себя. Не пейте дерьмо всякое. Есть какая-то минимальная допустимая цена. Даже мы сейчас будем продавать там по супер-супер низким ценам, чтобы как-то вернуть объем рынка и выполнить контракты перед поставщиками белка. Но тысяча в розницу это невозможно для нас даже. Кстати, еще для тех, кому важно спортивное питание. Скупайтесь креатином. Закупайтесь креатином. Компании, которым вы доверяете. Потому что креатин тоже скоро очень безумно сильно подорожает. Прям в диапазоне запредельно. Поэтому моя рекомендация. Закупайтесь креатином. Генетикой или любой хороший другой бренд. Но если вы принимаете креатин, то берите. Ну что, друзья, всем привет. Начинается день регистрации. Ну, как начинается. Я встал давно, плохо спал. Форму не снял вам. Ладно, привет, домой сниму. То есть успею. Очень много беготни, конечно. Совсем не то, что я хотел видеть в день регистрации. У меня даже рис с собой. У меня рис. У меня все, что необходимо с собой в чемодане. Ну, ладно. Все, я еду в аэропорт. Обещали, что должен прилететь самолет. Но они не звонят. Нужно самому приехать в аэропорт. И проверить поступление багажа. Либо они доставить его гарантировали завтра. Но завтра я уже в 9 утра выступаю. В Румынии, солнечную. По погоде, ребят, конечно, все шикарно. Все здорово. Какой-то такой симпатичный новый райончик. Попробуем. Очень все хорошо. Свежо. Прохладно, конечно, уже не лето. Но в плане солнышка, воздух. У меня такие панорамные окна. Все комфортно. Как говорил, у меня с собой контейнер-жиросжигательный был в этой сумочке, в маленькой. Поэтому я утром принял клен, витамины группы B, наше B-комплекс, генетик B6 с магнием. Еще некое количество питательных элементов я получил. Выпил горькие пыца 20 грамм и чашку кофе. Прямо сейчас в аэропорту я встану на весы. Примерно оценить, сколько я буду весить. Потому что вчера я взвешивался на весах, которые стоят в приемке багажа. Там показалось 95, по-моему. В общем, рассчитываю увидеть килограмм 89 в одежде. Меня это полностью расслабит. И я тогда даже сделаю прием пищи. Калорийный, плотный. Очень сложно, конечно, подводиться таким образом. Ну, ладно, все. Едем в аэропорт. Сейчас мы узнаем, будет ли у меня багаж или нет. В аэропорт, когда прилетел, думал, снять, не снять аэропорт. Он ни о чем такой маленький, дурацкий. Думаю, да, нафиг его снимать. Но, видимо, вот поэтому багаж потерялся, чтобы аэропорт я подснял все-таки. С приключениями, да, ребята, с приключениями. В общем, меня напиздели, что тут снимать нельзя. Ну, естественно, я забил на это хер. Хер. Сейчас буду искать магазин, аптеки, которые здесь есть. В общем, сейчас пойдем искать мой багаж. Ну что, как видите, аэропорт пустой. Встретил Диму из Москвы, который планировал организовывать турнир NPC в Москве. Он, который сорвался из-за ковида, но он здесь. Он встречает кого-то из ребят через какое-то время. Через час, по-моему, у него приезжают. Вот, и я получил мой багаж. И слава богу, фу, сейчас прямо здесь я буду взвешиваться. Прямо тут. Потому что это была целая история. Это жесть. Прямо тут я его сейчас открою и посмотрю, сколько я вешу. Короче, просто сходу, ребята. Главное теперь вспомнить еще пароль. Так, вроде бы работает. Хоть что-то я не забыл. Прямо сейчас где-то... Тебя вся Россия поздравляет с возвращением багажа твоего. Слушай, да, весы. Видишь, у меня тут донатсы, рис. То есть тут все. Тут все. Китай накормить можно. Тут просто все, что необходимо было мне. Но еда я в пролете, поэтому у нас только это еда для одного человека. Так, короче, так. Скину кофту. Хотя плюс-минус. Кто-то очень здоровый. Не может такого быть. Ну, никак не может. Так. Дубль два. Ну, уже поменьше. Уже поменьше. В общем, минус кофта, минус штаны, минус часы. Грубо говоря, думаю, что сейчас я вешу килограмм 90, значит, нужно еще два. Ну что ж, еда отменяется. До шести вечера кое-кто будет теперь терпеть. На кофеине? А? На кофеине. Слушай, я уже выпил эспрессо утром. Так что так. Кто же вообще за камерой? Сейчас познакомлю. Привет. Познакомьтесь. Категория Мэнфизик? Уже нет. Уже нет? Куда ты уже привезешь? Ну, надо на... Ты уже не физика выходишь? Пластик? Да. Вот так вот. Но это нужно годик-полтора. Ну, ты выходишь? Да. Пластикар. Да. С тобой. Прикольно. Прикольно. А рост? Эй. Не со мной? Ну, не с ним, да. Ну, как-нибудь, может быть, в абсолюточке как-нибудь? Я... Будет возможность побороться? Я привстану. Я привстану, ребята. В любом. Я привстану и буду метр семьдесят восемь. Потому что вообще я метр семьдесят пять, но я вытягиваюсь обычно. Так, максимально сильно привстаю. Руслан, тебе в абсолютке это не поможет, самому. А, не поможет. Меня не спасет, говорит. Меня не спасет, блядь. Кажется, я от него просто иду в бодибилдинг до девяносто и все. Да. Вот. А я... А ты... А заявился? А? Заявился? Сегодня нет. А что, ты что зашел бы в ББ заодно? Да. Нет, сегодня нет. Я никак не вижу. У меня ног нет вообще. Там у них тряси. Нет, все судьи Венгрии сказали, что шорты не мое. Шорты не твои? Почему? Вообще не твое. Потому что ростовая одна, да? Ага. Росовых нет. Ну, выйду я, например, семьдесят пять, да? Сделаю там максимальный вес, который вообще возьму там восемьдесят, да? А парнишка выйдет какой-нибудь, который девяносто. И сказали, что не совсем объективное судейство, в принципе, вообще, как в Бикини и Мэнс Физик. Некоторые судьи прям так и сказали, что мы даже не знаем до конца, до сих пор, как правильно вас судить. А в классиках, что, ограничения есть, стою я, стоит парень. Оба семьдесят пять. Все. И там уже судят совсем по-другому. Поэтому... Праведливо. Такие дела. Так что плотненько набираем. Готовим семьдесят пять. Со мной в Португалию поедешь? Что, когда это? В июле. А. Да. Я думал, он мне пятый турнир предлагает за сезон. Я сейчас, короче, ребята, чуть-чуть это... Нет, сейчас только Бигмен остался хорош. Там один из таких нормальных. И Дания, по-моему. Двадцать семь про карт, да. А, это которая... Двадцать семь про карт, да. А, будет еще в Литве? В Литве будет, да, девять про карт. Ну, Дания, это британцы делают. Тубу расспрос. А там двадцать семь про карт будут. Как раз сразу после Венгрии, после Румынии. Следующий турнир на следующих выходных. Так что подумай. Ну, на следующий, да. Так что, я думаю, можно будет побороться нормально. Следующим летом. Что, как отсюда уехать? Жаль, Ромки нет. Блин, так хотел его увидеть. Ёлки. Ты сейчас как? Сразу на регистрацию? Она что, работает, что ли? Ну, она с трех. Ты успеешь? А что, можно будет мужчину на регистрацию? А, подожди. А, нет, это профики с трех. У тебя в пять. Даже в шесть, наверное. Блин, а почему мне не вызывается такси? Друзья, привет. Это Павел. Вроде бы говорил, что он приедет. Может, не говорил, короче. Я не чувствовал. Нет, я, блин, уже в блоге говорил, не в сториз. Тренер нашего про-атлета. Can we go with you? Нет, а мы... А, не въездимся. Нашего Михаила Тимошина. И еще нашей про-спортсменки Юли Матин. У тебя же еще про-лист, да? Да, если быть точным, еще Том Ансенедеев, Артем Някушин. И Артем Някушин. Так что, тренер трех российских про. А вы, наверняка, скорее всего, его не знаете, потому что знаете всяких... Блять. Не буду плохо ругаться. Лечь в разговор. Поэтому, благодаря Руслану Николаевичу, быть может, обо мне хоть кто-нибудь еще узнает. Ребят, ссылка внизу, ссылка внизу, знакомьтесь. На самом деле, блин, мой близкий товарищ. Кстати, мы с ним познакомились примерно ровно год назад. Да. Именно здесь, именно на одной сцене мы с ним стояли и выступали. Вот так вот объединяет бодибилдинг, мир Тесина и все такое. Сейчас мы отправляемся в магазин, вот. Кстати, мы отправляемся? Да, не отправляемся. Вроде бы ты вот эти от меня ешь. Вот. Мы сейчас сходим, во-первых, я хочу посмотреть на вкусную еду. Купить невкусную еду, чтобы ее приготовить. И потом поедем на регистрацию пораньше. В общем, вес у меня плюс-минус готов. Осталось грамм 300. Если сильно встать на носочки. Вот, осталось грамм 300. Поэтому сейчас походим. Дай бог, из меня что-нибудь еще выйдет. Какие-нибудь остатки, чего-нибудь. И поедем на регистрацию мы пораньше. На регистрацию про, пообщаемся с нашими ребятами. Наших ребят очень много в Румынии прям. И по профикам. Да, и по профикам прям круто. И ребят с Украины еще много. Да и в целом еще русскоговорящих. Поэтому очень-очень прикольно. Очень есть повод посмотреть на этот турнир. Я надеюсь, что вы сможете сегодня вечером мы их смонтируем. И уже вы как бы утром смотрите, когда я выступаю. Вы смотрите, как это. Как мы к этому всему готовились. Потому что вряд ли вы купили трансляцию. Потому что стоит на 40 бачинских. Вот. А нам нужно идти. Даже евриков. Даже евриков? Да. Ну за два дня. Ну, кого это утешит. Так. Мы такси не вызвали, нифига, естественно. Но мы пойдем тогда... Короче, единственное, надо разобраться влево или вправо. Для расходика, Русик. Для расходика. Чтобы в лес в лес. Полезно. Ходить полезно. Мне вообще, блин, я говорю, я отличаюсь от многих. Все лежать, умирать хотят. А мне нравится ходить. Мне нравится ходить, гулять и ходить по магазину. Я не хочу ничего съесть. Мне нравится смотреть на еду. Особенно за границей. Не, Руслан, для человека, который тяжело влезает в вес, действительно очень живо и бодро выглядит. Всем бы так, всем бы брать пример. Потому что, как правило, люди, они лежат, умирают. Кричат, не надо пожалуйста. Все им надо принести, отнести. А Руслан, он сам еще готов всем, кому только можно и нельзя помочь. Поэтому более чем достойное поведение. Мне почему-то кажется, что она в другую сторону. Почему-то мне тоже так кажется. Потому что расстояние стало на минуту больше, значит пойдем в другую сторону. Просто та сторона выглядит более цивилизованно, чем противоположно. Кстати, как видите, погода шикарная. Паха приехал в 10 куртках. Да, 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 потому что в Москве-то сегодня я выезжал из минус 2, из снега. Там все замело прям. Как всегда, дикие пробки до аэропорта. А здесь прилетел и вот снова бабье лето начало. Нормально скатался. Надо сезон, надо сезон планировать, знаешь, когда плохая погода в России. А я Диму встретил же еще в аэропорту. Который выступал по физикам буквально недавно. Дима, который еще помогает. Да, 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 пробок. Вот, он там девочку встречал тоже. А я приехал за багажом своим потерянным. Так, блин, ты не поверишь, мы разъехались с тобой буквально в несколько минут. Я как раз тоже встретил Димана. Я с этой девочкой выходил мы в одном самолете летели. Ну, я на час раньше уехал, а он еще оставался ждать. А он просто долго ждал, да? Он рано приехал. У меня же не был факап уже, ну, да еще там в утро. Я аэропорты перепутал. Я не туда поехал на такси. У меня 24 часа в пиздеца. Я надеюсь, он закончился. Ты хотя бы спал ночью вообще? Очень плохо спал. Да, вот это для веса сам знаешь. Вообще нервяк. А вот он вон и стоял. Он поэтому, наверное, и не слетел. Я еще не удивлюсь, если завтра утром у меня будет вес меньше. Прям вообще на нерве. Очень может быть. Если ты выспишься, то так и будет. Какой выспишься? Вечером грим, утром в 7 утра грим следующий. Что-нибудь грим первый слой? Ну, что, значит, после первого слоя нормильчика я взял. Пару колес на нормил теперь еще. Вот, да не, нормально. Похаваем, посидим, посмотрим ютубчик. Мы тут что были что ли? Заразоваться приехали? На дискотеку! Да ладно, врук, дискотеки тут нету, я узнавал. Карантин. Карантин. В 9 часов вечера все закрывается. Тары перемещения по улицам, по... Типа, очень если тебе надо. Но доставки работают, Руслан Николаевич. Доставки работают. Доставки, доставки, дискотеки. Но у нас хата прям вообще на самом деле самая под тусичь. Мне хозяинство-то сказал, не устраивайте вечеринки. Ноутуса-джууса, да? Да. То есть мы занимаемся одним делом. Если мы не будем как-то помогать друг другу, ну, а о чем мы тогда говорим? Как обыватели, люди, которые не в теме, будут к этому относиться иначе? Я, то есть, этого искренне не могу понять. Когда люди за сценой у нас, выступая на одном турнире, думают не о том, как друг другу помочь, а, бля, хоть бы он до сцены не дошел, хоть бы у него там нога где-нибудь подломилась по дороге. Но это же просто пиздец. И пока ничего не изменится, пока все люди не будут топить за индустрию друг за друга, ну, в Russian Bodybuilding ничего не сдвинется с мертвой точки. Это же очевидно. Справедливо же. А я камеру включил, на самом деле, знаете, ребят, пахнет осенью ранней. Представляете, на цвета. Желто-красные листья. Мы хреначим где-то под мостом в Румынии. Кстати, в этом прелесть бодибилдингового, вы можете выступление за границей, это посмотреть мир. Такое, два, приятное с полезным. Если бы еще была возможность надольше оставаться, было бы вообще прикольно. Поэтому я еще раз напомню, меня же многие смотрят, ребята, и функционеры. Я считаю, что защищать дома свои интересы может любая федерация. Справедливо и логично. Ну, да, это можно понять. Но считаю так, когда ребята едут за границу, значит, там, не знаю, на Diamond Cup, либо на NPC, либо, не знаю, в НАК или что-нибудь еще, если никто за это не помогает, то федерация любая должна пойти так дружненько, прям нахуй, и никого не трогать. Дома, да, скажите, что дома, например, только наши турниры православные и в других выступать нельзя. Это нормальная защита себя. От кого вы защищаете, запрещая выступать за границей? Что, с Антохи бабки не упадут? Да, блин, с учетом того, как он проводит свой мир, он там бабок поднял на дерьмовом отеле, дерьмовой организации, дерьмовом помещении. Очень много, ему хватает. Я уверен. И трансляция была, где пару энтузиастов, ну, какой-то мужчина сидел и два дня с телефоном хуярит. Мужчина, который снимал прямой эфир, это Анатолий Торнадо. Анатолий, от тебя походу всем большой респект и благодарность за твою трансляцию. Хотя, кстати, я считаю, что купить трансляцию в целом не западло в хорошем качестве, если вы любите бодибилдинг. Как раз-то это вопрос о том, насколько ты поддерживаешь и локальную сцену, и локальную, ну, общую сцену в плане бодибилдинга. Вот, поэтому... А Толику да, спасибо. И, кстати, хочу сказать, кто не знает, на чемпионате мира, если я не ошибаюсь, я могу это делать, сборная России собрала больше всех медалей в целом, то есть с первого по шестое место больше всего медалей. И, по-моему, первая командная по мастерам. Остальные не помню. В общем, сборная России, молодцы. И творцы этого успеха члены женских категорий. Ну, девочки, да, но девочки... Когда-то мы пришли, короче... А, ладно, нам уже туда? Большое здание. О, еще какое-то красивое здание. Здесь, смотрите, башня. Башня Саурона. Ладно, мы пойдем в большое здание, я не вижу вариантов в другое идти какое-то. А, Megam Image. А, это и есть, наверное, торговый центр. Мне про него хозяин квартиры говорил. Блин, ходить это круто. И если что, ребята, нет, я никакие наркотики не употребляю. Просто вчера вечером меня ребята встретили, Даня Гаганович, местные ребята, русско-говорящие... Говорят, что ты слишком... Бля, русско-говорящие. Купец, ты вечером... На каких-то кайфах. Три вещи говорят, на движухе. Как ты держишься? А я правда, то есть не ел уже пару дней и так далее. Ребят, мы благодаря вам держимся во многом, на самом-то деле. Я бы если дирекцию показал, вы бы офигели, поверьте. Там такой заряд энергии. Честно сказать, я никогда не пробовал. Ни амфетамин, ни кокаин. Не знаю, какой эффект. Но почему-то мне кажется, что он схожий с тем, какую энергию даете вы. Слушай, ну вся кусочек возьму. Ну что, друзья, мы в магазине. Магаз шикарный. Прям на самом деле вот там вот... А, там стрит-фуд. Потрясающе. Наверное, много снимать мы не будем. Очень круто, мне очень нравится. Взял уже багетик. Я себе взял котлеты из мраморной говядины. Пашка взял себе стейк. Я предберу то, что полегче, быстрее будет усваиваться. Поэтому сразу перемолотая. Я возьму макароны отварю. У меня есть кетчуп с собой. На маслице обжарю. Будет... О, да. Лососик уже будет последним приемом пищи. Максимально легко усвояемый. В принципе, их будет на самом деле два, наверное. Плюс что-то из такого джанка. Легкого. В общем, снимать особо тут... Нет, есть что. На самом деле очень красиво. Очень, очень здорово. Мне очень нравится. Но я думаю, что вы это уже много раз видели. Понял? Реально. Рентабельность. Мы поэтому вам урушаем. Значит, да. В общем, не знаю, ребят, как на камеру все это выглядит. Но, если быть честно, вживую грим как грязь. Просто пипец. Вернулись мы с Пахой с регистрации. Весь день прошароебились. Ну, кому могли, помогли. Всем все перевели. Я, как обычно, мистер-транслейтер. Паха, мистер-помогатель всея National Physique Committee от лица российского бодибилдинга. Вот. Блин, просто мистер-джентльмен. Мы замерзли в ноль. Он ученицу своей жены, которая тут выступает, отправил на такси. Потом мы кое-как сами такси себе нашли. Я отправил. Вместе с Русланом. Ну, я был опять транслейтером. Таксистом очень долго. Мой румыно-английский на высоте. Так, что у нас есть? Регистрацию я не снимал. Ребят, я был голодный. Я был в шоке. Меня еще перевешивали. Там что-то полфунта. Меня зарегали. Прикинь. Потом ко мне звонит Дима. У тебя есть какая-то там Алина... А, фамилия у тети смешная. Алина Попа. Прикиньте. Попа. Ну, это же легендарная тетя. Три олимпии. И очень-очень известная. Ну, легендарный румынский атлет. Потому что она самая титулованная румынская атлетка. Очень, кстати, приятная женщина. Да, она лично всем... Очень вежливая. Она лично всем отвечает на почте. Высылает приглашения. Общается. И даже запоминает. То есть я здесь уже третий раз. Она... Вот я поражаюсь людям, что Эмилио Мартинес. Сколько перед ним мелькает людей каждый раз. Любительская олимпия в Испании. Там полторы тысячи участников. Он может быть из-за моего атрибута на лице. Может из-за чего. Он здоровый. Вот у тебя шрам. О, сир. Типа, how are you? Туда-сюда. Блин, люди... Откуда шрам? Это татуировка. А, бля, я думал, типа, это тигр. Ну, собака, тигр, не знаю. После определенного момента. Меня в детстве просто за лицо собака укусило. Но у меня зажило все. А у меня вот еще есть тот шрам. Это я башкой ударился. И вот тут еще я башкой ударился. Поэтому это только у нас. Люди, которые с тобой виделись чуть ли не каждый уикенд на соревнованиях по много раз в году. Могут с тобой не поздороваться в самолете. Либо где-то еще. А здесь люди, которые тебя видели пару-тройку раз в жизни. Всегда с тобой здороваются. Почему-то вот так. Меня все узнали. И почту дали для музыки, которую я забыл. Надо музыку отправить. Нет, ребята, все молодцы. Вот. В общем, мы тут приехали. Гриба, мы недоволен. Еще холодно. Эти ковидные ограничения никуда не пускают. Ну, реально жесть. Я не знаю, ребята, вам видно или нет. Я не вены сейчас показываю. Какие вены. Вот тут пять пятно грязи. В 16.20 мы приехали. И в 9 часов мы были дома. Вот. Вот в магазин мы только не попали. Все закрывается в 9. Тут корона. Корона час. Ну, у нас смотрите, что есть. У нас есть вот это все. Ну, у нас это все. Это Паша домой. Домой. Он купил гостиницы. У меня тоже гостиницы, естественно. Давайте, ребята, что я купил домой. Ну, кто смотрит постоянно, тот знает. Орео с двойным слоем начинки в России не продается. Арианочка моя безумно любит. Именно поэтому три пачки Орео. Ну, тут рис. Рис российский из дома. Вода на завтра. Мой вечерний прием пищи. Думаю, что-то он уже будет крайний. Ну, дай бог что-то насосет. Но так я чувствую немножечко пообъемнее. Ну, я и попил. Сейчас я буду сливать это обратно все. Просто пил, чтобы гликоген лучше... Углеводы, в принципе, усваивались. Вот тут какой-то волос. И очень странно. У тебя вроде волос немного, да? Особенно он длинный. Вот. Волос нашелся. Так, ребят, у меня здесь это рубленая говядина. Рис. Я пожарил 10 белков яичных. И один желток туда упал. В общем, соответственно, тут где-то 5 белков. Пол желтка. Децл кетчупа. Рис. Жасмин. Выпил чашку кофе с сахаром. Впереди предстоит небольшое количество магии. Самочувствие хорошее, кстати, достаточно для всего этого мероприятия. Завтра соревнование. Я, ребят, конечно, очень низко не хочу что-то снимать на камеру. Я ее возьму. Сумку кину. И телефон кину. Пару телефонов заряжу. Парки дам в зал. Снимать запрещают. Мало того, камеры. Тем, кто достаёт телефон часто, камеры им заклеивают стикерами на телефоне. А за повторное предупреждение выгоняют из зала. Воскресенье. Про день. У нас у обоих есть коуч-пассы. Потому что Папавел коуч. А я написал, что я Russian Team коуч. В общем, меня тоже ждали, потому что, как обычно, признали. Кстати, Ромку ждали. Спросили даже. Когда я регистрировался, в листе начали искать Рому. Я говорю, Рома не приехал. Я говорю, ну я типа страшный Тим. Вот. Нашим ребятам мы пожелаем огромной удачи. Будет очень интересно про дивизион. Я бы с вами ещё поболтал. Что-нибудь вам рассказал. Но мне нужно есть. Поэтому я вот вам преподнесу возможность, пока на камере осталось 9 минут, пообщаться с Пахой. Пахой. Расскажи, пожалуйста, ребятам, как было в Египте. Какие были, мишки, эмоции, как всё настроение. Как у вас сезон. В целом, прошедшие турниры. И какие дальнейшие ваши планы. Вот. Что вы сейчас узнаете. Из первых уст человек, который больше всех, всегда, самое главное, вы, наверное, знаете, это с самого начала. Прямо самого-самого, вот, прямо вот вырастил из пацана одного из сильнейших про-атлетов. Ты думаешь, ребятам, это будет интересно? Блядь, интересно, тебе угадаешь руль. Ну, хочется верить. Конечно, не очень здорово говорить в третьем лице об эмоциях конкретного человека. Ну, в принципе, так как мы с Мишей постоянно на обратной связи. Речь идёт о Михаиле Тимошине, как многие, наверное, уже поняли. Ну, да, одном, объективно, совершенно одном, одним из самых, об одном из самых успешных атлетов МПС про-лиги на данный момент в России. Конкретно, если брать категорию классик-физик, из, сейчас скажу точно, на данный момент получается... Вторым был у Каббон и Ром, по-моему, конечно, не тот. А, нет, трое. Ну, Дима Воротенцев ещё был вторым по классикам. Из пятерых? На данный момент у Миши было шесть турниров по классик-физик. И из шести турниров, на трёх турнирах он был в топ-5, двух из них в топ-3, и дважды в шестёрке. То есть первый вызов, но, увы, не пять первых мест, которые как раз-таки дают квалификацию на Олимпию по баллам. Конкретно на этот сезон были очень большие ожидания, так как объективно Миши сделал лучшую форму в своей жизни. Можно сейчас рассуждать очень-очень долго насчёт того, что такое классик-физик, какие же будут, что такое максимально идеализированный образ, если его представить в голове, конкретно ассоциирующийся с этой категорией. Кстати, на самом деле было бы интересно с Русланом Николаевичем на эту тему подискутировать. В принципе, если читать первоисточник, конкретно классик-физик, то есть если мы берём бодибилдинг, здесь очень просто. Это количество мышечной массы и её качество. Конкретно пропорции имеют более приоритетное значение как раз-таки в категории классик-физик. Если переводить непосредственно критерии касательно классик-физик, это максимально собирательный образ из качества, количества мышечной массы, пропорций, правильных линий тела в целом, оптимальное соотношение длины конечностей. То есть речь идёт не только о мышечном развитии, но и о развитии, то есть о длине той же ноги в целом, то есть о развитии мышцы в поперечнике. То есть геометрия в целом очень сильно решает. То есть конкретно здесь классик-физик это максимально собирательный образ. Ну идеализированная картинка, как я вижу, то есть человек, который из себя больше всего олицетворяет статуэтку. Скажем так, как на практике это получается, ну лично если я, если брать все турниры, что на самом высоком уровне посмотреть Олимпию или отсмотреть победителей большинства про-шоу, вот по факту человек влезает в весовую, тот, кто показывает лучшие кондиции и лучший баланс, тот побеждает. Совсем не обязательно быть с идеально вытянутым таким красивым торсом эстетичным, ярко выраженной талией, вот этими вытянутыми красивыми пропорциями, Арнольдом Шварценеггером. Вот посмотрите на того же атлета, который в инстаграме подписан как Модельман, испанский чернокожий атлет. Его настоящее имя выговорить очень сложно, там что-то Мария, Суарес, Перейра и вот, ну из этой вот серии. Ну опять же, человек победил в Португалии, туда где, там где выступал Руслан Николаевич и должен был выступать Рома, но ввиду некоторых обстоятельств не выступил. Этот человек победил в Египте, этот человек побеждал на Сан-Марина Pro Cup в конце 2019 года, то есть человек уже трижды становился победителем Pro Show, дважды квалифицировался на Олимпию, в этом году у него также есть квалификация, кстати, будет завтра выступать в Румынии. Невысокого роста, огромный киборг, то есть для классик физик, огромные ноги, огромные руки, нет пуза, то есть хорошие X-образные пропорции, нет, казалось бы, вот этих вот, то есть на него все смотрят и говорят, ну это же атлет из 212 категорий, круглый, здоровый, навороченный билдер, просто не тумбочкообразный, не бочка с выраженной талией, но тем не менее, его не назовешь, это явно не Крис Бамст, не Раф Дизель и так далее, но человека с какой стороны не поверни, вот как-то его не крути, фронтально, сбоку, сзади, он очень ровный, как ни поставь, ничего не выпадает, круглое мясо, навороченное, ободранное, рельефное круглое мясо, и все в балансе, поэтому как ни крути, баланс решает, бодибилдинг, классик физик, и так далее, не имеет значения, кондиции и баланс побеждает, и к чему мы приходим, к какому выводу, если конкретно, в рамках весовой категории, какой-то атлет не может показать, максимально сбалансированное сложение, у него явно доминирует, низ тела над верхом, или наоборот, конкретно, если брать классик физик, все-таки, если верх, доминирует над низом, ну, опять же, отсутствие ног, не прощается тоже в пролиге, это очевидно, но если действительно, очень красивый торс, ну, яркий пример, Петер Молнер, взять его вверх, и его низ, ну, ему это не мешает занимать, не на всех турнирах, но на определенных, более чем высоких местах, и брать квалификацию, вот, конкретно, если баланс в сторону низа, это все-таки уже больше про бодибилдинг, но сложно представить, все, сейчас я... Нет, три минуты, потому что знал. Сложно представить, чтобы это реально было аргументом для судей в категории классик физик, чтобы оставить атлета на самые высокие места, какие бы страшные кондиции он ни делал. У Миши очень сильный низ, у него очень сильно доминируют ноги, и когда мы влезаем в рамки весовой категории, вверх, увы, очень сильно начинает сыпаться, потому что, когда человек очень сильно ужимается, уходить начинает именно отстающая группа мышц, больше всего остается на доминирующих, и баланс, общая идеальная картинка, очень сильно теряется. Вон и все остальное, в том числе, поэтому, увы, при всех его кондициях, при потрясающей форме, которая высочайшего уровня, ну, кондиции, такого уровня в пролиге, выставляет, в принципе, очень-очень мало людей, не говоря уж об атлетах из России, таких было, в принципе, единицы, но, увы, конкретной идеализированной картинки под категорию, он выставить не может, ввиду определенных обстоятельств. Поэтому не всегда получаются самые высокие места при очень хорошей форме, которая в плане уровня подготовки соответствует исключительно самому высокому уровню. Но это достаточно такая длинная тема, и если ее развивать углубленно, не факт, что это многим будет интересно, поэтому камера сейчас сядет, Руслан Николаевич, делайте выводы, мы можем, если вам интересно, как-нибудь углубленно это разобрать. Ну, если вам интересно, вы в комменты напишите. Да, можем, кстати, разобрать турнир, когда они с Ромой вместе выступали, как раз и поговорить. Ребята отлично, кстати, ладят, общаются и постоянно на связи друг с другом. Очень чудесные чуваки. Поддерживают. Комментарии, лайки, поддержка. Всех обнял. На Пашку ссылка внизу. На Пашке ссылку на Микланович тоже. Всем рок! Субтитры сделал DimaTorzok